В этом году в центре Самары появился сказочный лес и ледовый городок. По всему периметру площади разместили живые ели. Здесь герои Простоквашина, Волк и Заяц из Нупагоди, Царство Снежной Королевы, Избушка Деда Мороза и другие локации. В центре щелкунчик и музыкальная шкатулка, которая неожиданно для гостей открывается и звучит классическая музыка. В этом году мы решили, что все поляны будут посвящены сказкам, которые знакомы нам с детства. Связаны с зимой. То есть это и умка, это и по щучьему веленью. Это волшебный лес, где на каждой поляне посетителей ждет какой-то сюрприз, какая-то сказка, какое-то волшебство. В этом году появился еще один каток, третий. Работает деревянная горка. Во время праздничных покатушек для отдыхающих будут транслировать любимые новогодние фильмы и звучать новогодняя музыка. В этом году на площади Ковишево созданы условия прежде всего для прогулок на свежем воздухе, для занятия активным досугом, спортом, физической культурой, для фотографирования. То есть вот такая вот творческая, красивая, большая работа. Мы видим красивые новые арт-объекты, указатели, удобная система навигации. На каждом входе, на площадь можно посмотреть, куда пойти, как это удобно сделать. Катки работают круглосуточно, но для обновления покрытия предусмотрены перерывы с 7 утра до 10 часов утра и с 13.00 до 14.00. Также на площади с 10 утра до 10 вечера работает деревенная горка, с которой можно бесплатно покататься на тюбинге. В этом году впервые заработает зона «Зимние забавы». На ней разместятся площадки для занятий физическими активностями – Снежковый тир, Лазертак, Самара-Городок. Эти площадки будут работать со 2 по 9 января с 14.00 до 20.00. Часть сказочных инсталляций в планах оставить до конца зимы. Мария Левина, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.